Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, я Илья Улибенштейн. Мы проводим сегодня с Божьей помощью третье занятие курса иврита молитвы. И прежде всего, прежде всего, я хотел бы включить, конечно, экран, чтобы меня видеть, но это можно сделать. А как это можно сделать? Я уже забыл. Стоп, какой вопрос? Я не понял. Мы видим вас. Мы тебя видим. Меня видно, да? Прекрасно. Да-да-да, все отлично. А, вот-вот-вот, сейчас я тебе... Да. Я приношу извинения, я ввел вас в большое заблуждение. Сценарий... Меня слышно? Слышно, Арав. Да, да, конечно. Все отлично. Если какие-то проблемы, то я тебе сообщу. Понятно. Почему-то у меня там зачеркнутый микрофон. Мы сейчас видим твой фейсбук. Это то, что ты хочешь показывать? Нет, совсем не это. Минучку. Ну, сейчас, секунду, тогда... Так, уважаемые дамы и господа, я прежде всего хочу принести извинения. Я ввел вас в заблуждение. Сценарий, написанный незабываемым Остапом, все-таки назывался не «выя», а «шея». Те же три буквы, то же значение, но слово другое. Прошу прощения. Это существенно. Теперь я... Это к чему было? Это только я не понял, это к чему? Ну, мы с вами спорили на прошлом занятии по поводу употребления слова «выя», как жестоковыдин. А-а-а, окей. Тут я ошибся, да. Прошу извинения. Теперь я посмотрел, наконец, ответы на вопросник, который мы давали на первом занятии. Вот. И, в общем-то, это подтвердило мои представления о том, что люди ко мне приходят разные. И, естественно, их требования, их пожелания друг другу противоречат. Было такое, что... Прошу объяснить, когда говорят эту браху, при каких случаях, то есть от Аллаха. Были такие, что, пожалуйста, сконцентрируйтесь на иврите и не говорите, так сказать, не давайте перушим комментарии. Но я вынужден учитывать интересы и тех, и тех, поэтому я поступлю по-своему. Поэтому ваши пожелания развязывают мне руки. Я немножко буду рассказывать о том, что именно этот текст значит, где он используется и при каких условиях. То есть это комментарии, это Аллаха. Но в основном я сконцентрируюсь на том, что вы не получите из других курсов. Либо то, что я сам сформулировал и придумал, либо что я не нашел. Либо то, что мне кажется интересным на сегодняшний день. Но основной упор, конечно, я буду делать на иврит, поскольку мне это интересно. Так? Объяснение слов. Теперь. Мы с вами не доразбирали до конца благословение Борейна Фашот. Вот, пожалуй, к нему мы сейчас перейдем. Вот сейчас его должно быть видно, да? Вот оно. Так? Видно благословение текста? Мы сферисовываем нот на этом слове. Ве хэсэмон. Да. Так. Я надеюсь сегодня закончить это благословение. Так? Потом мы немножко с вами поработаем с книгой Рут. Ну, заберем хотя бы несколько глаголов, поскольку это задание, которое я вам давал. Вот. И мне интересно на примере его что-то вам показать. И надеюсь, что мы начнем благословение Мэйн Шелош. По крайней мере, текст я вам его покажу. Так? Даже, пожалуй, так, наверное, сделаем. Вот Мэйн Шелош. К примеру, вот этот вариант я сейчас поставлю вам в чат. Это ссылка. Так, что такое? Поставил я или нет? Да, вот так. Вот это то, что вы видите сейчас. Так. А теперь вернемся к нашим баранам. Итак. Очень вкратце. Галаха. Мы с вами разобрали благословение. Какое самое первое благословение было? Да? Вот оно. Шеакольни ебедворо. Это благословение универсальное и относится ко всему, к чему не относятся более конкретных благословений. Так? А аналогично благословение после еды. Самое универсальное – это вот это наше Бурайнафашот. Что значит универсальное? Я приводил вам пример, что человек, который не знает других благословений и почему по какой-то причине не использует другие благословения, то ли у него нет сигура, то ли у него нет места в памяти. В принципе, в принципе, теоретически этими двумя благословениями может исполнить свою обязанность благословить. Да? Но это вовсе не значит, что я рекомендую или советую так делать. Нет. Это, так сказать, крайний, самый крайний случай. Когда используются эти благословения, в каких случаях можно их использовать? Может быть, более подробно мы с вами рассмотрим. Так? Теперь я хочу вам сказать немного о благословениях вобще. Когда я читаю курс по молитвам, по благословениям, то первое, с чего я начинаю, да, это какие бывают благословения? В частности, один из вариантов – это благословения Биркода Ханнехенин. Так они называются на иврите. Может быть, это даже арамеизм такой. По-русски они называются «за удовольствие», я бы сказал, «за пользу». То есть, за все те вещи, да, которые нам нужны. В частности, за еду. К ним относятся благословения до еды, после еды. И первое, что следует разбирать в этом курсе – это полная застольная молитва Бирката Амазон. Она включает как минимум четыре благословения, она занимается едой несколько страниц. И разбирать ее было достаточно долго. Но это именно то благословение, про которое непосредственно сказано в Торе. То есть, это митсвами деорайта. Мидеорайта – значит «из Торы». Это заповедь, которую непосредственно дал нам Всевышний. Как она сформулирована? Фраза эта входит в текст самого Бирката Амазон. То есть, и ты будешь есть, и ты насытишься, и ты благословишь Всевышнего Бога твоего. Отсюда следует, что когда человек, еврей, поел и насытился, он должен благословить. Как благословить? Мы это делаем посредством чтения Бирката Амазона. Так? Так, если человек поел, съел кусок хлеба определенного объема, что такое хлеб и каков этот объем, тоже отдельные вопросы. Не знаю, будем мы их рассматривать в нашем курсе или нет. Вот, всегда это можно найти в справочной литературе. Кто ищет, тот всегда найдет. Или, как сказано в Талмуде, Игата Ума Цата Амин. Так? Вот, значит, считается, что человек в этом случае насытился. Если же он поел чего-то другого, или фруктов, овощей, или печенья, или, допустим, крутые яйца, мясо, сыр и так далее. Так? Это он может благословить, но это уже не благословение из Торы. Да? Это благословение, которое установили наши мудрецы. Это Браха Митсва Миде Рабанан. То есть, установленное нашими Рабанан, нашими Рабаним, нашими мудрецами и руководителями нашего народа. Так? Теперь, благословение перед едой различных видов пищи и питьем – это тоже благословение Миде Рабанан. Теперь, почему мне было удобно рассмотреть именно, начать курс рассмотрения именно этих двух благословений? Во-первых, потому что они самые универсальные, точнее, самые общие. Во-вторых, потому что они короткие. Короткие – это значит, что мы в течение занятия, ну, есть шанс, рассмотрим это до конца. И уже что-то будет пройдено. Итак, перед едой той пищи, к которой не относятся другие благословения, например, на фрукты, например, на овощи, например, на хлеб, на печенье и так далее, на… вот мы говорим благословение, да, вот оно, видно текст на экране. Благословение «Шигаколь Ниебе Дворо». И мы разобрали его текст. Теперь, после еды тех продуктов, к которым не относятся другие благословения, мы читаем вот это вот благословение «Борейн не фашот». Мы разобрали с вами варухаташем лукино мелахалам «Борейн не фашот работ», да, и остановились на этом слове «Вехэстронан». Так? Какой корень этого слова? Вот он. Хет самих рейш. Да? Хасар. Что такое хасар? Недостает, чего-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает, зимой и летом, осенью и весны, да? Это слово… вот недавно я встретил вопрос такой в интернете, в чатах ивритских, точнее русскоязычных по изучению иврита. Есть ли разница между «Эйнли» и «Хасарли»? Я думаю так. «Хасарли» мне этого не хватает. Мне это нужно, но у меня нет. Допустим, не дай бог, я голоден и я хочу есть. «Эйнли» у меня нет, но, может быть, мне это и не нужно. Я вполне обхожусь без этого. И вот там в чате я опубликал такую маленькую заметку. Вот такая шутка на русском языке. Неправильно говорить, что у Кутузова не было одного глаза. У него был один глаз. Если мы попробуем перевести это на иврит, причем правильный иврит, то весь юмор теряется. Потому что правильно будет сказать, у Кутузова не было одного глаза, это ему не хватало одного глаза. «Хасар», точнее «Хасра-ло» – «Айн-Ахат», да? А был у него один глаз – это «Хаяло», да? Одно другому не противоречит. То есть, игра слов тут уже не работает. Итак, что такое «Хасар»? «Недостает» – это глагольный корень. Стандартно такой корень состоит из трех букв. Вот они, «Хэт» и «Рэш». Что такое «Хессарон»? «Недостаток». Так? Теперь, что означает вот этот корень «Ан»? «Хессарон-нан», да? Это местоименный суффикс множественного числа женского рода. То есть, их к предметам женского рода. Дорогие ребята, я посмотрел в ваших, скажем, анкетах в ответах на ваши вопросы. Так? И я вижу, что кто-то понимает, тот еще помнит школьный курс русского языка или английского языка, грамматики, а кто-то уже и нет. Я не требую этих знаний. Но если вы перестаете в какой-то момент меня понимать, умоляю вас, пожалуйста, дайте знак. Включите микрофон, обратитесь ко мне. Эльяу, объясните, что такое женский род. Объясните, что такое множественное число. Я, поскольку являюсь преподавателем иврита, я, честно говоря, просто не останавливаюсь на этом, и мне свойственно пролетать на полных порах. Здесь меня нужно останавливать. Итак, слово «вехесронан» – «хисарон» – это недостаток, «хесроним» – это недостатки, а «хесронан» – недостатки их. Кого их? Кого-то, кто в женском роде. В данном случае это относится к слову «нефашот». Мы говорили с вами, что «нефиш» – это не только душа, которая у человека внутри, но это и сам человек. Множественные души – это много людей. Вот эта двойственность существует и в русском языке, точнее, существовала. И Гоголем она была обыграна в названии его бессмертного романа «Мертвые души». Теперь, недостаток этих душ, то есть то, чего этим душам, точнее, можно сказать, этим людям, людям, сотворенным Всевышним, не хватает. И вот здесь есть два интересных объяснения. Одно из них, наверное, отвечает на вопрос, который Натанни в прошлый раз задавал. Ведь Всевышний, получается, создал не только живые существа, но и создал их так, что им чего-то не хватает. Ведь было бы гораздо лучше, чтобы мы были, как у Стругацких, абсолютно самодостаточный человек, полностью удовлетворенный, но человеку что-то надо. Человеку постоянно чего-то не хватает. Человек всегда стремится к чему-то лучшему, но и объективно человек без еды, конечно, просуществует, но ему будет тяжело. Без питья, без воды – меньшее время. Без дыхания, без воздуха – совсем короткое время. Почему же, слава Богу, что то, что нам нужно, все это есть? Чуть лучше, чуть хуже, чуть более высокого сорта, чуть больше, так сказать, выбор, качество выше и так далее. Но, в принципе, все это есть, как правило. Почему мы благодарим Всевышнего, что Он создал нас такими, что нам чего-то не достает? Я хочу привести пример из самого начала. Торы – Бог проклинает змея, говорит ему прахом, в частности, земным будешь питаться. Какое же это проклятие? Это благословение! То, в чем ты нуждаешься, есть в изобилии и есть всегда. И все же это проклятие, потому что змею не дано почувствовать связи со Всевышним. Не дано почувствовать, что он от Бога зависит. У него не возникает никакого желания, никакой мотивации Бога благодарить, общаться с Ним, обращаться к Нему, в частности, с просьбами и так далее. То есть, и за это отдельное спасибо. Второе значение слова «хиссарон» – это именно то, чего не достает. Не сам факт, что мне чего-то не достает. Ну, например, Кока-Колы. А то, что Кока-Кола существует. Может быть, она у меня в холодильнике, может быть, она в соседнем магазине, но она существует в этом мире. То есть, все то, в чем человек нуждается, это у человека есть. Вот интересно, прошлое поколение и нынешнее поколение принципиально различаются тем, что одни активно используют интернет, а вторые прекрасно помоют, как они могли жить без него. Так вот, это хиссарон или нет? Это то, что человеку необходимо? Если да, то что? Люди изменились. Как же раньше мы жили без него? Ну, ладно. Это абстрактные вопросы. Так? Итак, у нас получилось. Благословен Всевышний, вкратце, да? Создавший, точнее, создающий множественные души и все, что им необходимо. Здесь вот должна, вот на этом месте должна стоять запятая, потому что дальше идет «алькольма шебарата» – «за все, что ты создал». И эти слова относятся к благословению. Благословен Всевышний за все, что ты создал. Примечание. В некоторых седурах написано «шебарата», «что создал ты», то есть обращение ко Всевышнему во втором лице – «ты». В некоторых седурах стоит вот такое слово «шебара», «который создал», то есть здесь идет обращение в третьем лице. Товарищи, я так понимаю, что такое первое, второе и третье лицо? Все знают. Если не знают, спросите. Если вы не спрашиваете, это значит, что все все понимают. Ну, давайте на всякий случай я сам скажу. Итак, я сам, да, я говорю, что я говорю? Я говорю о себе. Так вот, говорящий – это первое лицо. Я говорю о себе, я, например, сижу, я разговариваю. Второе лицо – это обращение к тебе, да, к кому я обращаюсь. Ты разговариваешь, ты слышишь меня. Вот этот глагол «слышишь» стоит в форме второго лица. И, наконец, третье лицо – это кто-то иной. Присутствует он или нет, неважно. Но это не я и не ты. Это он. Он слышит. Он слушает. Он не задает вопрос, что такое первое, второе, третье лицо. Так? Вот, вкратце так. Так, значит, неважно, в принципе, неважно, потому что такое бывает, что мы начинаем «благословен ты», а «ты» – это второе лицо, а потом мы говорим за то, что он создал. Такое в иврите встречается. Вот, но я привык вот это слово произносить. Так? Теперь дальше идет слово «ле-га-хайот». «Ле-га-хайот». Какой здесь корень? Корень «хай». Отсюда идет слово «хаим». «Хаим» – это жизнь. Слово «хаим» идет в множественном числе. То есть даже у одного человека не жизнь, а жизни. Не только у кошки девять жизней, но и человеческая жизнь. Она многообразна, поэтому мы называем ее, говорим о ней во множественном числе. Теперь, как от глагола «хай» – «хэт», «юд», «юд» или «хэт», «юд» – образовать глагол? Как от этого корня образовать глагол? Я живу, а не «хаи». Да? В принципе, возможно, и в прошедшие времена они «хаити». «Я был жив», а не «эхье» – «я буду жив». Да? А что такое «ле-га-хайот»? Может быть, кто-то мне ответит, а, из присутствующих? Ну, нефаль. Причина какая-то. Это не нефаль, это действительно другой беньян. А какой беньян? «Ле-га-хайот». «Ит-пэль». Нет, это беньян, он называется «гив-иль». «Гив-иль» – это каузативный беньян. Вау. Вот так. Сейчас я объясню, потому что без этого нам дальше не продвинуться. Представляете, что такое беньян? Очень вкратце. Ох, какое-нибудь интересное слово у меня тут на экране. «Ле-га-хайот». Ага. «Ле-га-хайот». Значит, смотрите, что такое беньян? Беньян – это группа глаголов со сходной грамматикой. Да? Возьмем несколько слов, несколько глаголов одного беньяна в одной и той же форме. Например, он сделал «гу-катав», «гу-ламад», «гу-аса», «гу-раа», «гу-ганав», «гу-ракад». Да? Везде мы видим, что во всех словах три буквы. Первая имеет огласовку «а», вторая имеет огласовку «а». Так? Потому что все эти корни реализуются в одном беньяне. Теперь таких беньянов в иврите семь. Но если бы каждое слово принадлежало только одному беньяну, то не было бы никакой разницы со спряжениями, допустим, в русском языке. Так? Дело обстоит гораздо интереснее. Корни, почти все корни, реализуются не в одном, а в нескольких беньянах. То есть тот же самый корень, сохраняя основное свое значение, приобретает определенный оттенок. Как пример известный, я надеюсь всем, корень «ломед» и «меламед». А не «ламадти» я изучал, а не «лимадти» я преподавал. Это два разных беньяна, а корень один и тот же. Корень, в принципе, имеет одно значение. Кто-то что-то такое изучает или обучает. В общем-то, понятно, да? Но, 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 но. Разница есть. Я обучал или я сам изучал. Так? Кто был моим преподавателем? Так? Так вот. Корень «хай» относится к беньяну «пааль», к простому. То есть это простое действие. Быть живым. Жить. Да? Не проживать где-то, а именно жить. Да? Быть живым. Вот. А теперь каузативный беньян использует тот же корень и дает ему значение делать так, чтобы кто-то выполнял это действие. То есть заставлять выполнять это действие. Пример. Воскрешать, значит. Просто давать жизнь. Оживлять. Оживлять, да. Не обязательно оживлять. Это не значит, что кто-то умер, а Бог его оживил. Нет. Он жив благодаря тому, что Всевышний помогает ему жить. То есть делает его живым. Например, в русском языке, допустим, ты пишешь. Да? Ты пишешь. Я хочу, чтобы ты что-то написал. Я делаю так, чтобы ты написал, допустим, какую-то фразу. Что я при этом делаю? Я диктую тебе. Понятно? Так вот, в русском языке слова пишешь и диктую, они относятся к разным. Это разные корни. Это не однокоренные слова. Да? А в иврите есть возможность от корня писать, да, образовать. Я делаю так, чтобы ты писал. Я диктую. Да? Так вот, я диктовал, они... Допустим, скажем так, он диктовал. У-и-их-ти-в. Этот бенья называется гиф-иль. То есть, тот же самый корень. Хав-таф-бет. Я сейчас ориентируюсь на тех, кто знает буквы, хотя бы чуть-чуть ивритчат. Тот, кто, так сказать, не, он не понимает этого куска, пожалуйста, не отчаивайтесь, дальше пойдет другой материал, который не требует таких знаний. Значит, гу-катав он написал, гу-их-ти-в он продиктовал. Так вот, в этом... Действие на кого-то направленное, значит. Это, значит, не просто действие, а это я делаю так, чтобы он это действие совершил. Я заставляю его... А, побуждает. Вот такая... побудительная, да. Вот такая форма называется каузативная. То есть, кауз. Вызвать какое-то действие, да, быть причиной этого действия. Почему он написал это слово? Потому что я ему продиктовал. Тем самым я сделал так, что он написал. Так вот, ле-га-ха-йот. Попробуем образовать, собственно, мы уже попробовали, да. Оживляющий, дающий жизнь. Так? Итак, получается. Аль-коль-ма-ши-барата ле-га-ха-йот. Чтобы давать жизнь. Это инфинитив, да, каузативного беньяна ив-иль. Ба-гем. Что такое гем? Это они, да. То есть, этими, этим самым. А ба-гем. Что такое ба? В них. Это либо в внутри, либо посредством этого. Посредством этого творительный падеж, да. Кем-чем. То есть, ими. Чтобы давать ими жизнь. Кому? Нефеш коль хай. Душа всего живого. Ба-гем. Вот эти слова. Нефеш коль хай. Да? Кто-то помнит, где они еще встречаются? Именно вот это выражение. Популярное. Ой-ой. Нефеш коль хай. Коль хай ой-ламим. Чуть попозже мы до этого тоже дойдем. Так я нашел два источника, один из которых, наверное, основной. Нефеш коль хай. Сейчас, минуточку. Это из книги Иова. Да? Из книги Иова. Ага, это я Даниэля выписал. А и книгу Иова. Что-то даже я не нашел. Ну, ладно. То есть, вот это вот выражение. Нефеш коль хай. Душа всего живого. Из книги пророка Иова. Да? А еще эти слова встречаются в песенке. Ракефет. Песенка, ну, не совсем современная, скорее, 70-х годов. Нефеш коль хай. Это говорится про цветочек такой. Ракефет. Что это цикламин. Да? Нефеш коль хай. От всех живых существ. От всего живого. Так. Что у нас получилось? Ну, давайте рассмотрим вот последние три слова. Они отделены, но в данном случае запятой. Вот. Это то, что называется хатима. Что такое хатима? Буквально печать. Припечатывание. В некоторых благословениях она есть. Мишна рассматривает, что те благословения, которые мудрецы постановили заключать вот такой хатимой, мы не можем эту хатиму опускать. И там, где они ее не установили, мы не можем сами добровольно ее добавлять. Что такое хатима? Это мы подводим итог к всему, что сказано раньше. Все благословения, 19 благословений, амиды, то есть основной еврейской молитвы, амиды, это та молитва, которую читают стоя, все они имеют хатиму. Например, Бору, ну что, Рафаил, Рофе Холей Амо Исраэль, Барух Атаашем, благословенный Всевышний, Рофе Холей Амо Исраэль, лечащий больных народа его Израиля. А здесь благословение заканчивается хатимой, Барух Хэйоламим благословен, дающий жизнь мирам. И вот это выражение Хэйоламим, оно таки встречается в книге Даниэля. Вот, я раскопал 12 глава, 7 посуд, давайте я вам его сейчас покажу. Экран видно, да? То есть я сейчас перелистываю текст, и его видно, да? Да, отлично видно. Прекрасно. Вот оно. И он поклялся тем, кто дает жизнь миру, да? У нас текст чуть-чуть другой, Хэйоламим, дающий жизнь мирам, каким мирам, почему, в множественном числе, и этому миру, и грядущему миру. Итак, подвожу итог тому, что, значит, содержимому содержанию этого благословения. Еще раз говорю, я не ставлю целью литературный перевод, это вы найдете в Сидорах. Я даю перевод дословный, по которому видно значение каждого слова, и почему слово стоит именно в такой форме. Барух Атта Гашем, благословен ты Бог, Элокейну, Всевышний наш, Мелеха Олам Царь Мира, Борей Нефэшот Работ, создающий души многочисленные, ве хэстронан, и все, что им не достает. Аль коль маши барата, за все то, что ты создал, ле ахайот бэхэм нефэш коль хай, чтобы дать этим самым жизнь, оживить этим самым душу всего живого. Барух Хэй Ха Олам Мин, благословен, дающий жизнь мирам. Благословение Борей Нефэшот. Так, мы закончили эту маленькую темку. Сейчас я проверю чат. Так, ага, чат. Эфиль, да-да-да. Почему же? Вполне представлен. Хэхэя – это что-то типа оживления медицинского. Правда, есть и другое, по-моему, какой-то другой корень в этом значении. Так, ну, в любом случае, в рамках грамматики мы познакомились с общей картиной биньянов и, в частности, с тем, что биньян гиф-иль – каузативный. Да, я написал, я продиктовал, я построил, я сделал так, что кто-то построил и так далее. Так, хорошо. Сейчас я хотел бы предложить вам чуть другой вид работы, но предварительно я все-таки набью себе компота, как обещал, и произнесу благословение. Какое? Перед компотом. То, что мы разбирали, это будет после компота. Кстати говоря, в Телеграме я поставил два маленьких аудиофайла. Благословение перед, благословение после. Шеаколь, наверное. Шеаколь, конечно. Барух, ата Адонай, элогейну мелаха улам, шеаколь нигие бидворо. Для знатоков. Я в этом курсе придерживаюсь принятого в Израиле произношения, которое базируется на, в общем-то, сефардском произношении. Но это не значит, что для себя, я тоже так читаю благословение. Если вы услышите некоторые изменения в каких-то звуках, да, как, например, вместо шаббат, шаббес, пожалуйста, не удивляйтесь. Это, ну, скажем так, говор. Хорошо. Есть вопрос в чате, посмотри, плиз. Так, смехуйте хео ламим. Вот я не очень, я попытался разобраться. Хей – это, может быть, глагол, а может быть и существительное. А может быть и то, и другое. Я посмотрел переводы в нескольких местах. Обычно говорится так примерно «дающий жизнь», «дающий жизнь мирам» или «оживляющий миры». Но вообще, оживляющий – это было бы мэхайе. Лэ-ха-хайот, да? В настоящее время это мэхайе. Ну, пытался разобраться, но смысл я вам передал. Мне самому было бы интересно, если бы кто-то мне объяснил. Так, ребята, вот благословение Мэйн Шалош, на которое я дал вам ссылку. Но давайте хотя бы немножко займемся… Так. Так. Той работой, которую я вам предложил. Значит, это текст «Ketsur.root», файл, который я вам выслал. Я уже и после этого внес в него некоторые изменения, то есть выделил цветом некоторые глаголы. Задание было дано такое. Найдите глаголы, в каких бы формах они ни были. Не смотрите, какие корни, не смотрите, что эти глаголы означают. Но посмотрите, в какой форме они стоят. Первый глагол – это самое первое слово. «Ва-и-и» – «и было». А кто мне объяснит, почему в «а-и-и» это именно и было? Потому что в Танахе, по-моему, перепутаны правила. Будущее время и прошлое – по другим признакам, так сказать. Они не совсем перепутаны, я бы сказал так. Это особая форма. Но действительно, что такое «и-и»? «И-и» – это будущее. Это если «ю» впереди, то это будущее время. Точнее, точнее, я скажу, это краткая форма будущего времени, особая. Сейчас она не употребляется, только в литературе. Вот, как мы скажем сейчас «и-и-е». «И-и» – это краткая форма «и-и-е». Это будущее время. Это будущее время. Единственное число – третье лицо, то есть «он будет». Так вот, правило, с которым нам придется сталкиваться очень часто, вот этот «вав» в начале, он имеет главную функцию переворота. Если глагол стоит в будущем времени, то с «вав» получается время прошедшее и наоборот. «И возлюбишь» и «возлюбину». Точно это будущее время. Почему будущее? Когда «агавта» – это прошедшее. Потому что «вав» переворачивает. Вот поэтому «вай-и» и «вай-и» – это «и был» и «было». «Би-мэй» в «дни» – «шфот» а «шофтим». Слово «шофтим» – «судьи» имеет тот же корень, что здесь в слове «шфот». Правильный перевод во время, значит, правильный перевод будет, если мы образуем от глагольное существительное, то есть «суд». То есть процесс, при котором это действие происходит. Например, при строительстве, когда я строю, происходит строительство. Когда я чему-то обучаю, как это называется? Обучение «училово» на современном сленге, да? А что такое «шфот»? «Судение». Ну, такого слова нет в русском языке, да? Вот, поэтому обычно «и было в дни, когда судили судьи». Но, по сути, это форма глагола. Это глагол. Представьте себе. А теперь попробуйте угадать, в какой форме стоит этот глагол. «Шфот». Может быть, «шфот». Если бы «шафат», это было бы «прошедшее». «Шафат» — это «прошедшее». Это «настоящее время», по-моему. Нет. Представьте себе, это инфинитив. А, да? Точнее, инфинитив один. Мы привыкли с вами, что инфинитивы все начинаются с буквы «л». «Ламет», да? «Лил», «Мод», «Лихтов», «Лир», «От» и так далее. На самом деле, есть четыре формы такого неабсолютного инфинитива. Вот. И есть форма абсолютного инфинитива, которая сейчас практически не используется. Да? Это то же самое без буквы. Значит, может быть «лишфот», «нишфот», «кишфот» и «бишфот». Не вдаваясь в тонкости. И есть само слово «шфот». Эта форма, в общем-то, очень удачно переводится от глагольным существительным. Например, «ктов» — это «писание», то есть сам процесс письма. «Ктав» — это, по-моему, почерк. «Ктав» — это почерк, да. Но здесь вот холам Хасар должен стоять. Тут он и стоит. И было во время, когда судьи судили. Или иногда, можно это понять, как суд над судьями. Это тоже важно, потому что комментарий говорит, почему такие бедствия происходили с еврейским народом, покуда не был избран царь, а управлялся народ судьями. Потому что судьи не пользовались таким авторитетом в народе. Судья был представителем своего колена, и в глазах других колен он был как бы чужаком. Какое нам дело до него? Если мне нравится это решение, я его выполняю. Если нет, так он для меня чужак. И народ сам судил своих судей. То есть относился к ним без должного пиетета. Ну ладно, это комментарий. И был голос в стране. Попробуем разобрать этот глагол. Корень Галлах, конечно. Гей выпадает. Что это за юд? Это будущее время. Если вав, то наоборот, значит. Так, вав переворачивает его в прошедшее. Пошел. Ну, давайте посмотрим, вот это что за слово? Лагур. Лагур. Жить. Корень. Это инфинитив, конечно. Да. Корень. Гимель, гимель, рейш. Гимель, вав, рейш. Вав? Да, представьте. Гимель и рейш – это первая и третья буква. А вав в некоторых формах вообще выпадает. Например, гар. Ну да, гар. В других формах принимает форму, представьте себе, огласовки. Шрук. Да? Но есть такие корни, в которых буква… Такое происходит из буквы «вав», из буквы «юд». Так вот, в некоторых случаях, да? Так, есть. В некоторых глаголах есть такие формы, где эта буква выступает именно как буква. Например, слово «шук», «шук» – рынок. Всем известно, да? Да. Из-за литяна, по крайней мере. Так, имеет глагольный корень «шин», «вав» и «куф». Да? А скажите мне инфинитив? Инфинитив такой «лэшавэк» – продавать на рынке. Лэшавэк. Выводить на рынок, да? Слово «шор» – да? Бык. Бык. Хоть это не глагольный корень, иногда «о» переходит в «вав» полноценный. «шварим» – множественное число «быки». Итак, еще одно правило, ну, мельком, буквально галопом, что если вторая буква корня «вав» или «юд», иногда она выпадает, а иногда она выступает как огласовка. Вот здесь «вав» переворачивающий, вот здесь «вав» переворачивающий, вот здесь «вав» переворачивающий. Что такое «вав» и «амат»? Слово «мет». «Мет» – умер. Ямат. Вот «вав» и «амат» – это «он умер». Так? Вот что интересно, если кто-то будет разбирать этот текст дальше, если этот вид деятельности будет популярен, если вас это заинтересует, я хотел вам показать такие формы, очень редко встречающиеся и практически неиспользуемые ныне, ныне, как «вативкена», например, «таагена». Что это такое? «Ва-ти-се-на» – это особая форма будущего времени, женского рода, множественного числа. Сейчас вместо нее используется форма мужского рода, да, и даже во многих учебниках и грамматиках я не видел выделенной этой формы, но она существует. Кто ее использует? Преимущественно юристы, как люди образованные, поэты, которые вроде бы так и должны делать, да, люди религиозные, которые с этим сталкиваются в других местах, в священных текстах, и, внимание, директора религиозных школ для девочек, потому что именно им чаще всего приходится говорить, ученицам, что они будут делать. Это форма именно множественного числа в женском роде, в будущем времени. Так, мы оставим пока этот текст, да, вы знаете, где его найти, и я показал вам, что мы можем с ним делать. Лешанод, похоже. Кто-то мне что-то говорит? Это, значит, предыдущего слова, это, похоже, лишанод. Сейчас я посмотрю, где именно. Ти-ти-ти-ше. Бат-ти-са-эна, а, вот это, не это. А, нет, не то. Это на-са или и-са. Значит, подождите, подождите. Ват-ти-сэна. И возвысили голос их. Ват-ти-сэна. По идее, это и-са, но тут куда-то делается буква алиф. Вот это я что-то не обратил внимания. И-са, это буквально поднять. Ну, и-са браха, наверное, вы знаете, да? Ют, понятно, выпадает. А вот чтобы еще и алиф выпал, я такого не помню. Но это можно будет посмотреть. Если я не забуду, блин, эдер, я постараюсь обратить внимание. Угу. Хорошо. Хорошо. Так, я, с вашего позволения, закрываю этот файл. Так, и давайте, и давайте перейдем к благословению Мэйн Шелош. Кто это за благословение, когда его читает, каково его народно-хозяйственное значение, я сейчас не успею вам рассказать. Но пока я задаю вам задание, домашнее задание, да? Благословение называется Мэйн Шелош. Мэйн Шелош. То есть, наподобие трех. Трех чего? Вот на этот вопрос. Вы, конечно, можете найти ответ в интернете, в Сидуре и тогда, да, в пособиях по благословениям и так далее. Но я хочу, чтобы вы сами подумали. Наподобие чего трех? Это благословение. Это Браха Мэйн Шелош. Так. Хорошо. Айн. Ну, Айн – это глаз, и это же источник. Да? А, да. Энгедия – вода есть такая. Да, к примеру, да. Это местечко такое в Израиле. То есть, источник этих антилоп. Фад Гадия. Браха от источника три, да? Трех. Можно и так перевести, обычно переводят наподобие трех, а наподобие трех чего? Три источника и три составные части. Могу согласиться. Итак, текст, к сожалению, меня тут вот я не могу выделить, потому что это не текстовый формат. Собственно, текстовый формат у меня тоже есть. Ну, давайте посмотрим. Чуть менее удобно. Так, вот она. Обратите внимание, что здесь имя Всевышнего, вот в этом тексте, да? Набрано тетраграмматоном даже с огласовками. Но никогда, никогда евреи не читают это слово так, как оно написано. Так? Как оно читается? Возьмите аудиофайлы и послушайте. Благословен ты Всевышний, Бог наш, Царь мира. Теперь посмотрите. Если человек говорит это благословение после того, как он поел, что такое мезонот? Слово мезонот, которое буквально означает разные виды пищи, да? В данном контексте означает пища, сделанная из муки, более конкретно, из муки пяти видов зерна, чем даже не обязательно из муки, из зерна пяти видов. Я перечислю вам эти пять видов. Это пшеница, рожь, ячмень, овес и таинственная полба. Это зерно имеет свойство, как это называется, заквашиваться, да? Если в нормальных условиях муку из этого зерна смешать с водой в определенных пропорциях, поставить облое место без движения, то тесто начинает сходить. Его наполняют пузырьки углекислого газа. Этого не происходит с мукой, допустим, рисовой или кукурузной. Собственно, точно не знаю, эксперименты не ставил. Так вот, если я готовлю что-то из зерна вот этих пяти видов злаков, и это ем, подчеркиваю, не пью, а ем, после этого я говорю благословение Мэйн Шалош, и в данном месте продолжаю. Почему ем? Потому что из ячменя делают мужчины спиртное пиво и уиски. Один из вариантов, да? Из пшеницы делают водку. Водку, да. Но имеется в виду именно то, что жуют, то, чем насыщаются. Теперь, слово Мезонот происходит от корня Зан. Отсюда же Беркат Га Мазон и Га Зан Эт Га Улам в начале Берката Мазон. Такое слово, да. И отсюда по одному из мнений, знаете, еще какое слово? Слово Зона. Которое чаще всего переводят как женщина, даже не обязательно легкого поведения, но, в общем, избравшая такую специфическую профессию. Но вполне возможно, я с этим в какой-то мере могу согласиться, это имеется в виду женщина, содержащая постоялый двор. То есть, она кормит от слова Мазон людей. Так, оставим наши домыслы. И еще одно значение слова Мезонот, представьте себе, это алименты. Ле шалем Мезонот, выплачивать алименты. На, да. Интересно. На оставленных детей. Дальше. Аль, что такое аль? Это или на чем-то сверху, или о чем-то. Благословен ты по поводу Аль-Ха-Михия. Так? Какой корень здесь? Аль-Михия. Может, Мэль-Михия. Я предполагаю, что изначально тоже от слова Хай. А-а-а. Мэ-Ха-Е. Да, то, что дает жизнь. Да? Дальше. Вэ-Аль-Ха-Кал-Кала. Слово Кал-Кала через Каф в современном иврите означает что? Экономика. Да? Пропитание. Да? Ну, слово Пар-Носа близкое, да? А откуда происходит слово Кал-Кала? Какой корень? Корень Коль. Коль. Интересно, что корень Коль и корень Охель, они близки. Коль-Голос? Коль – это все. Коль-Голос, он пишется иначе. Иначе. Обращайте внимание не только на звучание, но и на письмо. Не запоминайте на слух иврит. Это очень вредит. А, как? Теперь есть слово Кал-Калан, что означает экономист. Вот от этого слова. Кал-Кала экономика. Вот. Но если… Да. Но есть еще корень, где вместо обеих букв Каф идут буквы Куф. Ле-Каль-Кель испортить. Поэтому слово Кал-Калан, если его произносить так, как мы обычно делаем, а мы не различаем по звукам Каф и Куф, может еще быть понято, как тот, кто все портит. Известная шутка. Матова Микцо, а что ты делаешь? Какова твоя профессия? А не Кал-Калан. Я экономист. Ба-Каф у Ба-Куф. Ты Кал-Калан, который от слова экономика или от слова все портить. Но вот слово Кал-Кала через Каф, несомненно, происходит от корня Коль. Включать и все. Включать в себя имеется в виду. Так, значит, благословен ты всевышний за что? За то, что дает жизнь и за пропитание. Теперь, вторая оказия, второй случай, когда человек читает это благословение, если он пил вино или, что считается тем же, самым виноградный сок. В этом случае он говорит Аль-Ха-Гефен. Гефен – это виноградная лоза. Ве-Аль-При-Ха-Гефен – изоплод виноградной лозы. Слово Гефен – Сегулатное. Что это значит? Там, где мы слышим Э-Э. Или это Сегол, Сегол, как здесь. Сегол – это огласовка, три точки. Или это, например, Цейр и Сегол, как в слове Сефер, книга. Ударение падает на предпоследний слог. Гефен, а не Гефен. Итак, за лозу и за плод лозы. И третья оказия. Аль-Ха-Эц-Вер-При-Ха-Эц. Слово Эц означает дерево. За дерево и за плод дерева. Примечание. И на этом мы, наверное, сегодня закончим. Имеется в виду не всякий плод дерева. Например, яблоко сюда не входит. А пять видов плодов деревьев, которыми славится земля Израиля. Если ты ел что-то из них, ты читаешь вот это благословение. Мейн-Шалош. Что это за плоды? Давайте перечислим. Это оливка, финик, виноград, инжир и гранат. Не важно в каком виде, но там, где видно, что это именно плод. Например, гранатовый соус, это сгущенный гранатовый сок, уже сюда не входит. А в отличие от того, что мы видим в предыдущей строке, мы упоминаем виноградную лозу, хотя виноградный сок и вино не похожи ни на лозу, ни на виноград, ни вкусом, ни консистенцией. Это что? Это жидкость. Здесь, если мы ели, например, изюм, то есть засушенный виноград, или, скажем, инжир в каком бы то ни было виде, резанный и так далее, мы говорим это благословение, а вот если мы, скажем, использовали оливковое масло, но его, правда, никто не пьет, оно уже не имеет консистенции самих оливок, оно сюда не входит. Ну вот, пожалуй, на этом мы закончим. А благословение продолжается дальше. Вот это разделение, так, например, если я ел только печенье, я читаю только вот это, да, и сразу перехожу сюда. А что делать, если я ел и то, и другое? Ну, давайте об этом в следующий раз поговорим. Так, я думаю, мы заканчиваем сегодня, да? Окей, спасибо. Вопросы, пожалуйста, и чат я посмотрю. Так, чат, ага. Так, спасибо от Александры. Нет, спасибо Александре за уточнение. Так, вав переворачивающий, да, совершенно верно, абсолютно инфинитив. Есть инфинитив 1 и инфинитив 2. Например, им шамоа, ты шмеу. Слово шамоа – это инфинитив 2. Он для усиления действия не просто услышишь, а как следует услышишь. Так, да. Да. На здоровье, до следующих встреч. Всего доброго.